сейчас заезжаю в македонию тут граница но надвигается не бы не долго но я вот думаю заехать заехать в скопье или нет вроде будем проезжать мимо когда я поеду еще вот конкретно в скопье может я вряд ли соберусь поехать да и поэтому я все решаю заедем туда пообедать туда еще прода 3 часа ехать или нет потому что дальше пилить еще вообще расстояние там 750 километров решим скоки кое не треба да си прияват стоки наличного потреба за время на патувальне то личен багаж тут тунские производе тоже самое место с другой стороны озера хрид только на македонской стороне здесь реально нет мусора здесь есть там где-то понятно но существенно чище чем чем там на албанской стороне заправка в виде кольца то есть прямо на кольце встроенная заправка и все по кругу движутся и заправляются так вот по кругу первой же заправки работает пайпас можно платить телефоном в албании такого не было на первый взгляд первый город македонии охрид возле озера и он производит впечатление весьма чистого и ухоженного городочка здесь как-то даже мусор сортирует мы обратили внимание едем через какую-то албанскую часть македонии здесь много где висят албанские флаги и вот проезжаем мечети часто встречаются я еду в тесле у меня автоматом руль крутится я на педали не нажимаю не придется немножко эту теслу чуть-чуть чуть-чуть контролировать они понастроили этих пунктов оплаты через каждую не знаю пять километров и берут по 50 евро центов я вот все думаю может лучше бы было бы построить один и брать не по пол евро брать там полтора евро сразу ой тут один евро берут а у нас уже его нет албанская свадьба в македонии уже третье или четвертое они вот так вот едут сразу несколькими машинами с аварийкой и у них кроме флагов тут завешено еще на капотах флаги растянут вот и прям вот их несколько вот еще там сколько-то машин раз два три четыре мне кажется они прям здесь так себя конкретно обозначают решили все-таки заехать в скопье все равно по пути едем через город проедем и сейчас что-нибудь там быстренько покушаем и поедем дальше направо скопье мы заехали тут под кирпич как местные куда-то пробираются здесь перекрыто техника дорогу делают вроде как бы едем по встречке но по крайней мере мы тут не одни поэтому наверное это нормально это экскурсионный или мне кажется это какой-то обычный автобус который просто здесь ходит как обычный автобус движение в скопье довольно вяленькая все так едут 50 60 здесь нету какого-то безумного такого движения как где-то в белграде например и очень мало машин вот это уже буквально до центра нам показывает сколько два километра до самого там супер центра вот никого нет я немного ошибся тут чуть-чуть подобрались к центру здесь стоит пробища на всю улицу на на весь центр не можем даже найти место где поставить машину пытаемся найти ресторан но то ли как так по навигатору на ходу нашел нас проедем посмотрим я думаю может быть и не стоило но всегда лучше сделать и пожалеть чем не сделать и пожалеть мы решили мы не гулять конечно в скопье а просто по пути нам попался торговый центр и мы тут на фудкорте взяли обычную такую еду все вот это вот вместе взятое нам обошлось примерно примерно 8 евро местному 4 мы до сих пор в скопье и ехать на до нового сада еще 530 километров я я нервничаю здесь македонии такая тема огромные-огромные флаги вывешивать до белграда 4 415 километров и потом еще сколько а до нового сада 490 но дальше у нас только автобан посмотрим что там будет с очередью на границе до границы сербией пробка два километра мы уже видели когда сюда ехали что здесь большая пробка будет она понятно что двигается но сколько времени займет не знаю потом посмотрим а здесь как только мы подъезжаем машину облепляют какие-то наглые черные попрошайки с какими-то дедами на колясках с детьми наперевес такого вида просто удручающего и прямо лезет лезет стучит ну как бы я ему пригрозил что он бы он этого не делал но и не понимает еще просит потом дальше раз идет дальше к следующей машине и так просто нападают ловят прям в пятером каждую машину я уже не стал их снимать это они какие-то сильные и люди угасните свой мотород здесь осигурувание продается можно купить зеленый картон или 5 пятничку осигурувание или гранично осигурувание зеленый картон а зелень кстати там овощи зеленчук будет по-македонски помидорчики огурчики и зеленчук доктор доктор пожалуйста осмотрите мой палец доктор что у меня там что у меня там скажите вы перематываете мы подъедем на границу ты мне рукав когда я буду здоров доктор я буду паспорт давать добродошли у сербию наконец-то полтора часа прошло как мы подъехали к македонской очереди македонская до македонской границы такая много машин ну вот уже въезжаем и теперь будем пилить дню нового сада сербия автобан не отличается меня от любого другого европейского вот так закрыт глаза вспомнил не знаешь где ты находишься что в хорватии что в словении и но может быть словении качество асфальта лучше там вообще идеально здесь ну как как везде реально ну вот вам как бы сербия по моему мнению сербия наиболее такая европеизированная прямо ближе 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 всех из других балканских стран которые вот я успел посмотреть до пункта оплаты на дороге в сербии вот такая очередь выстроилась кстати вот когда едешь по автобану в европе так принято может кто-то об этом не знает когда останавливаешься то включать аварийку для того чтобы привлечь больше внимания сзади едущим чтобы себя никто не впилился чтобы в принципе привлечь больше внимания о том что впереди какая-то что-то там мешает и люди останавливаются но этот правда забыл уже на минут минут пять едет с аварийкой но тем не менее включил потом дальше уже машина за тобой стала какая-то ну и уже дальше можно выключать экспресс-ужин на ходу два кофе бюреки сербские вот здесь вот на заправке нам остается еще пропилить 220 километров и такой грохот такой я выхожу вылетаю включая аварийку и смотрю а там и это все попахивает каким-то какой-то подставой короче у меня появился такой план 6 утра мы в новом саде идем спать в двух словах по поводу вчерашнего 10 часов вечера выезжаю с заправки остановился чтобы интернет поймать и написать сообщение в наш отель что мы будем на два часа позже поймал интернет написал письмо выезжаю прямо на полосе разгона я последний в самый момент замечаю огромную емищу с таким грохотом я в нее падаю ну как просто врывается машина с таким тут я выбегаю смотрю а там полностью порванные колеса вот так вот три пальца можно засунуть передние за я сначала подумал одно оказывается 2 это товарищ я выезжал заправки и пробил на два колеса полностью я не знаю что сейчас мы будем дальше делать и тут как бы эвакуатор и все остальное я не знаю пока они я ничего не знаю на 150 километров ехать до туда до нового сада надо было бы что происходит я не понимаю сразу же через буквально 30 секунд появляется другая машина типа делает вид что рассказывает не ой 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 у меня тут и буквально проезжает эвакуатор через через еще 10 секунд и говорит а давай 400 евро 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 400 10 минут 30 минут все сделаем я ехал когда туда я знал о том что именно в районе этого места это за 100 километров не доезжая до белграда сторону как ехать с юга на север оборудует вот такая вот конченая конченая вот такое вот как бы это выразиться да но я не думал что они такими средствами уже орудуют раньше они просто там что-то махали чего-то там подстраивали вот и общем в итоге я они давай 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 я успокоен у я так отрезвел так успокоился и сдаю потихоньку назад тут 50 метров до той заправки задним ходом еле 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 на полностью выбитых колесах сдал обратно назад на эту заправку остался там послал их нахер на этих помогальщиков и начал просто с людьми разговаривать у всех кто там приезжает может быть запаску у меня только одна запаска может что-то еще и короче у меня появился такой план может быть спросить у проезжающих людей у кого-то может быть есть подобное какой-то размер колеса и как-то его закинуть поменять резину и просто закинуть туда и потом как-то прислать вернуть не знаю что-то придумаю сейчас вот и что-то мы решаем спрашиваю один чех так обеспокоился моим вопросом и так хотел не это колесо свое дать но она просто другого размера очень большое никак не подходит сюда дети орут дети кричат в истерике папа мне страшно мы стоим среди ночи в сербии где-то непонятно где в любой бы стране я звоню друзьям в любой стране есть все но только не трудно с кем можно где можно кому обратиться и помочь организовать любые вопросы вот так вот это все выглядит дырка здесь просто вот два пальца можно можно просунуть первое и второе колесо точно так же я вот думаю не не раз херячил ли я диск но диск вроде бы целый я думаю что целый наверное будем ждать утра потом покупать какие-то резину себе и менять или вот такие приключения наверное в итоге я познакомил как один с одним мужиком который вроде как какой-то там автомото клуб немецкий у них там есть сеть каких-то контактов каких-то дилерских центров не дилерских а сервисных которые там по всем городам европы он туда позвонил говорит вот там скидку сделают ля-ля-ля короче в итоге получается на этот эвакуатор мы заезжали прямо вот так вот без всяких подтяжек я думаю машина просто упадет и в итоге эти ублюдки получается не знают на них конкуренты за 20 километров до того места сделали эту яму а полиция тут же полицию вызвали дорожную полицию все а полиция такая так чё вот договаривайтесь вот есть у вас все вот же вам помогает помощь короче они все шито крыто все все вместе все они все заодно никто ничем не удивляется никого это была вот ситуация с туристами из германии точно также все точно так же тем на эвакуаторе помалу помалу пожалуйста и потом значит сделали это все мы с ними по деньгами начали там договариваться они мне продали какие-то сраные шины которые говно назад мы их поставили по цене в два раза дороже да и там типа работа эвакуатор короче отдал я там какую-то сумму денег мало того хорошо что у меня было там не было 50 евро только с собой но и потом мы еще с одним из них поехали хер знает куда в банкомат среди ночи вообще не понятно какой я снял хорошо что у меня там были деньги я снял это все в динарах но это было дешевле чем чем те которые блюдки предлагали сразу типа порешать все это но я думаю это все одна и та же кодла лавочка конченая поэтому ребята я вам скажу координаты прям конкретно этой области кому это интересно кто собирается куда-то ехать в ту сторону еще обратите внимание на вот этот mercedes r-class который стоит уже на эвакуаторе это тоже еще там на заправке когда я у людей спрашивал то я тоже к ним подходил и они говорят заправщик заправил им бензин газолин мотор капут все после этого сразу машина заглохла и они стоят не знают в чем проблема тоже эвакуатор тоже их туда же сама отвезли и там подняли на подъемник им там чего-то втирают рассказывают подключили им диагностику эти немцы же не понимают вообще не ферштейн ничего но так счастливы так рады что их тут спасают их просто раздевают там на тысячу полторы евро на ровном месте и все это давно известны эти истории когда заправщики все эти которые тоже в этой всей кодли подкидывают таблеточку в бензобак и после этого машина глохнет и можно исправить только на исток короче вся эта эпопея у нас заняло четыре с половиной часа даже здесь когда у меня вот тут в новом саде спрашивают как вы там как вы это откуда вы там а как вы как вам сербия я говорю вообще хорошо но объясняю вкратце эту ситуацию они это хватаются за голову и говорят пожалуйста типа не думайте так о всех нас мы ля-ля ну в общем собственно вот такая вот история пол второго пол третьего ночи по местному пол четвертого по украинскому я уже отнимил резервацию в новом саде но все-таки еще раз перезвонил сейчас потому что ну доедем тут 180 километров там чуть-чуть поспим переночуем и дальше уже погуляем и поедем но так засветло рассмотрели наши апартаменты в новом саде такой большой сад новый сад в новом саде и здесь растут хиви его тут во дворе мы поставили машину нашу у нас теперь есть сувенир из сербии я сейчас покажу вот здесь написано мэйдэйн сербия мы тут ходим в поисках петровородинской башни и нашли какой-то такой черный черный тоннель от него исходит запах такой как из пещеры как затхлый такой холод оттуда идет прям натуральный мы сейчас повернем сторону солнца пойдем искать все таки самую крепость короче не нашли мы башню и забили на нее идем центр вроде нашли башню это не башня то целое сооружение пойдем посмотрим а 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 если камеру не отводить в сторонку то прекрасно все выглядит так чуть-чуть вниз опуститься вау вау а 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 гуляем по городу новый сад ничего особенного не рассказываю устал я просто уже хороший приятный городок такой с трассачком конечно местным присутствующим в обязательном порядке но тем не менее неплохо здесь ощущается как похоже на загреб местами покрунуть и capita и вот вот плюс вот и выезжаем из нового сада вот тут вот через центральный самые центральные улицы проехали заехали позавтракали вы шведский стол по цене 3 евро не 43 или сколько 4 евро до безлимитный двигаемся в сторону венгрии а потом границы с украиной и домой прошло два часа до границы еще один километр а было три километра прошло уже почти четыре часа с того момента как мы в эту очередь стали вот мы только доезжаем до сербского выезда пять с половиной часов заняло пересечение всей этой сербско-венгерской границы я поспал два часа на полном отрубе 6 утра у нас была вторая стоянка на спанье потому что я просто падал 2 2 и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok